Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Hyundai Porter 2006 года выпуска. 2.5 турбодизель, механика, задний привод. Пробег на автомобиле 170 тысяч километров. Заменю на нем крестовины карданного вала. Пыльники, или скажем так, сальники на крышках высохли. И дело времени, крестовины загремят в самый неподходящий момент. Поэтому заказали оригинальные крестовины. Поднимаю задний мост, подставляю подставки и подлажу, откручиваю кардан. Поддомкратил автомобиль, выставил на стойке для безопасности. Так, свет, что у нас со светом отсвечивает, наверное? Вроде бы нет. Болт у нас головка на 12, беру накидной. А гайка у нас на 17. Все, есть 4 болта, откручиваю. Кардан короткий. Здесь он вставляется прямо уже в коробку. Снимаю и перепрессовываю уже в прессе. Ну, как откручивать буду, уже показывать не стану. Здесь, во-первых, неудобно. Камеру на руках держу. А во-вторых, отсвечивает свет. Откручиваю. 4 болта. Снял кардан. Кардан по фланцу пометил, не показал этого. Крестовина еще не стучит, но она уже закусывает. И одна, рывками идет. И вторая. Страна. И эта сторона тоже закусывает. Это нормально. А вот это аж трещит. А внешне вроде смотрятся только потресканные пыльники. Если приглядеться, трещины на пыльниках. Здесь и здесь. Ну, здесь явно видно. Помечу для себя. Маркером, чтобы вилки потом так же установить. И эту сторону тоже. А вот, как я, 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 я. Не хочет, надо обстукивать. Ха, обстукивать, чуть стукнуло, она отломалась. Стопоры какие-то хрупкие-хрупкие, отлетают сразу куски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Весь топор не выскочил. Параллельный стопор вышел, поэтому беру здесь подходящего диаметра головку и кувалдочкой один такой увесистый удар. Вот и все. Чашку осадили немножко, облом стопора сам вышел. Ну и все. Со второй стороны тоже стопора снимаю, а уже там перепрессовываю по очереди. Беру головку на 27, подставляю снизу. Сверху головку на 19. Сверху головку на 23. все сейчас у меня иголки высыпятся и я смогу уже чашку с помощью иголок которые попадут под крестовину вытолкнуть их в разные стороны и стучать ничего не надо вот и все я еще подложил обломы стопора и иголки свалились как я и говорил а теперь можно вытаскивать крестовину вторую чашку и и уже просто взять и выбить вот это Продолжение следует... Крестовина сухая. А здесь уже меняю сначала крестовину, а потом уже новую крестовину вместе с вилкой ставлю на кардан. Площадь неровная, поэтому надо что-то будет подставлять под углом, чтобы выпрессовать. Продолжение следует... 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 Как она с грохотом идет... Все равно себе пресс куплю нормальный... Все дело в прессе... Здесь уже крестовина нам не нужна, поэтому мы ее просто разбиваем. Все, иголки полетели, это хорошо, сейчас берем и так же выталкиваем дальше. Все, выскочила чашка, выскочила крестовина, вторая сторона чуть-чуть получше была, также выбиваем вторую чашку, чистим посадочное, протираем. Щеткой по металлу посадочная под стопор вычищаем, посадку под чашку тоже. Все, чистенько. Берем новую крестовину, новая крестовина, как я и говорил оригинальная, SB-300-056. Вот такая вот крестовина, новые стопора и крестовина с товотницей. Это хорошо, старая крестовина была без товотницы. Снимаем две крышки. Смазываем вилку силиконовой смазкой. Вставляем одну крышечку, придерживаем ее и вставляем крестовину. Вставляем вторую крышку. При этом аккуратненько, чтобы у нас иголки не рассыпались. Ну а дальше пойду в тисках, немножко сожму. Берем, сковород, кипят, 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 кипят и кипят. КОНЕЦ Проверяем, чтобы крестовина равномерно заходила и иголки не сместила. КОНЕЦ Все, можно вставить один стопор. КОНЕЦ Стопор у нас стоит на месте. Теперь заталкиваем вторую чашку, допрессовываем. КОНЕЦ Также проволоку. Это проволока от фиксации новых амортизаторов. Амортизатор еще маленько и все можно ставить стопор часть стопора встала часть стопора не встала немножко надо допрессовать все стопор встал на место по посадке крестовина ходит но туговато теперь просто возьмем сюда и сюда по чашке немножко стукнем придерживаем вот эти крышки чтоб не соскочили все ходит мягенько теперь запрессовываем на карданный вал карданный вал я также сделаю в тисках уже в прессе не буду делать здесь усилия руками регулирую одному в тисках удобней также еще и смазываю после посадки на кардан на валу смазываю силиконовой смазкой снимаю крышки смотрим как я метил вот так вот вставляем крышку вставляем крестовину и вставляем вторую крышку все второй стопор можно ставить все второй стопор у нас все сидит на месте собрал ходит ходит не закусывает теперь меняем вторую сторону вторую сторону уже показывать не буду как точно также единственное когда соберу уже прошприцую и покажу все что осталось от старых крестовин новую крестовину спереди также установил здесь поменять было легче чем сзади оба фланца обе вилки с ровными торцами поэтому поставил легко перепрессовал но беру шприц по моему смазка закончилась беру шприц и нету смазки заправляю шприц отлично замечательно новая крестовина и прошприцована и идем устанавливаем все кардан установил крест накрест его протянул теперь у нас все стоит и все смазано и также попутно увидел вот здесь на соединение глушителя прокладка секет сейчас тоже ее заменю и на это все а так все хорошо все замечательно на этом замену крестовин карданного вала я закончил всего вам доброго пока 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 пока